Внимание! В спортивном зале клали желоб, катались по ним, прокатывались. Потом также переносили предметы. В общем, делали все, что тут было. Почти все образовательные учреждения придумали для своих команд специальную форму. Звездный состав каждый – два мальчика и две девочки от 9 до 11 лет. Участники 397-й гимназии Семен Антонов и Семен Миненко – закадычные друзья. В команде оказались вместе. Говорят, вопрос «в чем пойдете» тут был актуален и для мальчишек. Нас спрашивали, как будет выглядеть сама форма, в чем мы будем выступать. Мы решили, что белые кепки будут лучше и такие жилетчики. Еще наклеечку. Этому конкурсу уже много лет. Он проводится для того, чтобы в игровой форме рассказать детям о правилах дорожного движения и о безопасном поведении на проезжей части и в транспорте. Учить приходится немало. Мы исходим из российского положения, поэтому ребята проходят такие этапы конкурса, как фигурное вождение велосипеда, эстафету. Они проходят станцию дорожные знаки, знание правил дорожного движения для велосипедистов. Обязательно медицинские знания они должны показать, теоретические и практические. В отделе пропаганды ГИБДД говорят, результат подобных конкурсов уже дал о себе знать. Если 10 лет назад по вине ребенка происходило каждое второе ДТП с участием несовершеннолетнего, то теперь только каждое пятое. В этом году таких аварий в районе не было. Инспекторы напоминают, подросткам на дороге необходимо соблюдать все правила, а детям до 14 лет выезжать туда запрещено. Но даже дело здесь не в деньгах и не в размере штрафа. В первую очередь это здоровье и жизнь ребенка. Поэтому родители, которые выпускают ребенка на велосипеде или на мопеде, в первую очередь должны понимать, что они несут ответственность за его жизнь и здоровье. Редактор субтитров А.Семкин